Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня со стами от подписчиков. И первым написал и оставил в свой состав подписчик с ником Дмитрий Черногубов. Он попросил, чтобы я взял на турнир Керби Мыш Крэнга. Давайте-ка, друзья, я попробую взять эти герои и отправимся с вами в битву. Итак, мне нужна Керби Мыш. Отлично. Давайте-ка возьмем этого персонажа. Мне нужен Крэнг. Итак, здорово. Выбираем Крэнга и отправляемся в бой. Кроме того, нужен МакМэн, Лео из космоса и еще пульверизатор. Итак, ищем МакМэна. Вот Крипа я увидел. Вот вижу Лео из космоса. И давайте-ка я еще поищу. Вот МакМэна, кстати, где он? Вот он. Отлично. И осталось только найти пульверизатора. И, в принципе, спокойненько сможем пойти в первую битву. Так, где же, где же, где же, где же? Вот он. Замечательно. Ну что ж, друзья, вперед. Давайте-ка сразимся этим составом и посмотрим, насколько хороша будет команда. И как здорово удастся нам победить. Вот супер. Встречают нас куча врагов. И наши герои первым делом пытаются выбить морозную кошку. Хотя в начале боя мне, благодаря образу капитана Рояна, нужно усилить защиту. Что и делает Лео космический. Отлично. А вот теперь, ударом сверху, Керби-Мыш пытается выбить вражеского лекаря. Досталось морозной кошке. Она выживает. А вот сейчас мощнейшая атака Кренга классического. И он накрывает врагов ядерной бомбой. Взрыв морозной кошки уничтожено. Да и другим врагам довольно-таки здорово досталось. А вот пульверизатор тем временем пытается запинать Микеланджело оригинального. И у него неплохо это получается. Супер. Тем не менее, враги не сдаются. И кролики, трансформировавшись в плазменную пушку, нас носят удар. Поджаривает наш отряд. Ничего страшного. Надеюсь, Макмен отомстит. И да, он запинал Биба по классического. Вот Рок, кстати, в свою очередь идет в атаку. Но я думаю, у врагов нет шанса. Вот Лео Космический при помощи Бластера пытался уничтожить кроликов. Не получилось. Ну а вот Керби Мыш сейчас подлечит и усилит наш отряд. Замечательно. Пульверизатор вместо того, чтобы атаковать, дразнит врагов вот такими вот забавными жестами. Отлично. Ага. Итак, кролики трансформируются в кролесо. Пытаются уничтожить пульверизатора. Урон минимален. А вот точку, надеюсь, все-таки поставит Макмен. Собирая мусорь металлом, он создает ударную воронку. Вот уничтожает очередного врага. Но Рок, кстати, классический выжил. Выжил, но ненадолго. Крэн классический призвал технодром. Выстрелом из пушки уничтожил уже последнего врага. И мы получили идеальную победу. Что ж, очень даже неплохо. Идем с вами дальше. И собираем вот следующую команду от наших подписчиков. А следующим написал свой состав подписчик с ником Егор Силин. Именно он попросил за Рафа оригинального, чтобы я его сегодня прокачал. Недостаточно, друзья. Я собрал ингредиентов для прокачки. Поэтому сегодня как-то у нас без прокачки. А в следующем видео будем опять же прокачивать героев. Итак, Сплинтер. Кроме того, нужен Раф. Отлично. Хан, Усаги и Зимба. Вот сразу же нашел Усаги и Зимба. И поищу Хана. Кроме того, пятый герой Рафаэль оригинальный. Ага, вот Хан. А вот и Раф оригинальный. Что ж, здорово. Давайте-ка отправимся в бой. И посмотрим, что из этого получится. Вот первым делом я пытаюсь выбить Биба Покролика. К сожалению, враг силен. И я вынужден применить особую технику. Вот Хан налаживает на врагов негативный эффект. Уменьшая защиту вражеского отряда. Вот посылаем в атаку Саги и Зимба. И он рубит катаной Биба Покролика. Отлично. Удалось снять часть защиты. Кроме того, подключаем Учителя Сплинтера с его тайным ударом катаны. Есть. Биба Покролик уничтожен. Дальше все пойдет полегче. Итак, Раф оригинальный в прыжке. Бьет ногой. И что же? И вот снимает часть жизни у Криса Брэдфорда. Тот выживает, но ненадолго. Ударом Саи с разворота. Все-таки Рафу из мультяшного удается добить и этого врага. Что ж, чудесно. Вот, играем с вами дальше. И нахера с Рокстеги Кролик пытается забодать нашего Усаги и Зимба. Усаги неплохо держит удар, но вот Стиранка пытается уничтожить отряд. Ничего себе. Смотрите, сколько снял жизни, выстрелив из гранатомета. Раф мстит. А Донни из мультика продолжает атаковать наш отряд, снимая часть жизни. Что ж, друзья, надо применять экстренные меры. И Хан идет в атаку, пытаясь допинать Стиранка. Удар ногой есть. Враг повержен. Остается только Рокстеги Кролик, которого пытается добить Усаги и Зимба. Вот, массовой атакой, вот, махая катанами, он наносит довольно-таки серьезный урон, но, как видите, Рокстеги выживает. Выживает, но приходит время уже нашего Учителя Сплинтера. Удар по уязвимым точкам. Враг выживает, но приходит время уже Рафа оригинального. Удар из-под земли и победа. Что ж, здорово. Итак, враг повержен, и мы идем с вами дальше. И я беру следующую команду от подписчика с ником Убийца Крол. Он попросил, чтобы я взял Кербик, Рэнга, Карай, Кролики и Лео. Вот четыре героя у нас на Ка. И, кроме того, друзья, мы прорвались в Лигу Мастеров на третью звездочку. Здесь играют самые сильные бойцы, и поэтому, я надеюсь, бой будет интересный. Итак, Карай я сразу же увидел. Керби, мыши, здорово. Вот, идем в самый конец. Воскрешаем Крэнга, и нам нужно еще активировать Кроликов. Кроме того, нужен Лео. Лео из мультика, и команда уже будет сформирована. Итак, Лео, дружище, где ты, ты нам нужен? Да, вот он. Супер. Ну что ж, вперед в битву. Давайте-ка сразимся и посмотрим, насколько хороша будет эта команда. Вот, первым делом я буду атаковать Микеланджело из мультика. Вот, нельзя позволять этому герою прокачивать уклонение, либо лечить. Вот, и Карай удалось снять часть здоровья, слабовато. Возможно, Кролики сумеют добить миги. Трансформировавшись в колесо, они наносят очень мощный удар и выбивают вражеского лекаря. Ну что ж, замечательно, просто-просто здорово. Вот, кроме того, благодаря Керби, мыши, я использую массовую атаку ультразвуком. Вот, отлично. Вот, пусть еще и наш Крэн классический усилит атаки нашего отряда, и тогда это уже будет очень большой шанс победить. Что ж, неплохо. Дальше будем выбивать врага посебленнее, и, по-моему, это Бакстер Стокман. Удар катанами с катанами с разворота. Лео из мультика все-таки добивает Бакстера Стокмана, но и враг не сдается. Крис Брэдфорд прокачивает атаку своего отряда, а Биба из фильма пытается подорвать наших героев бомбами. Что ж, приходит время Карай, и она активирует особую атаку. Ядовитым дыханием она отравляет Криса Брэдфорда, а кролики наносят добивающий финальный удар, активировав особую силу. Трансформировавшись в огромного робота, они наносят сметающий удар. Так, выжил Крис Брэдфорд, но ненадолго. Керби Мыш ударом сверху уничтожил и этого противника, и мы получили победу. Что ж, замечательно. Итак, друзья, идем с вами дальше и берем следующую команду от подписчика с ником Joker and Batman. Вот Джокер попросил, чтобы я взял Эйприл, и возьми любых классических персонажей и передай привет. Итак, прокачай, пожалуйста, классик Эйприл. Ну, вообще-то, у нас только две Эйприл. Эйприл Анил и Эйприл Кунаичи. Вот, взять любых классические персонажи. Вообще-то, у нас классические персонажи, только классический Шреддер. Вот, Рокстеди Беба классический, Крен классический. Вот, дружище, поэтому, давай-ка я по твоему просьбе возьму Эйприл. Она простая, не классическая, но я буду считать, что он имел в виду обычную Эйприл, потому что дальше есть еще одна Эйприл, это уже Эйприл Кунаичи. Ну, и я возьму классических врагов. Классический Шреддер. Классический Беба, Прокстеди, ну, и Кренга классического тоже я активирую. И будем считать, что это состав от Джокера и Бэтмена. Что ж, здорово, друзья. И первым делом я буду пытаться справиться с Рафом классическим. Вот как забавно, друзья, у нас классическая команда, и будем сражаться против классических черепашек. Вот, и поэтому давайте-ка я использую усиление. Шреддер классический усиливает наш отряд. Отлично. Что-то я за классических черепашек, друзья, забыл. Ну, пока как-то так. А вот Эйприл Анил атакует Рафа классического. Отлично. Вот, Бибап использует гранатомет. Вот, пытаясь выбить Рафа. И да, это нам удается. Что ж, замечательно. Вот, еще накрываем врагов ядерным ударом. От Кренга классического. И что же? И половину здоровья удается нам снять. Да. Вот, неплохо. Дальше подключаем Бибапа. А, Рокстеди, прошу прощения. Это Рокстеди пытается запинать очередного врага. И, по-моему, это Донни из фильма. Да. Удалось запинать. Слэш идет в атаку. Донни мультяшный пытается прокачать дополнительную защиту. Но благодаря тому, что нам удалось навешать на них негативный эффект. Уменьшение иммунитета. Видите, ничего враг не сумел сделать. Ну, а я пока подключаю Шредера классический, который объединяет свой меч Алибарда в одно. Метает и выбивает стиранка. Просто-просто супер. Ну, что ж, здорово. Отлично. Итак, мы метаем веер. Пытаемся уничтожить Слэша. Урон минимален. Но, возможно, Беба классический выбьет противника. Есть. Слэш уничтожен. А вот Донни, возможно, удастся нам победить при помощи технодрома. Что и делает Крон классический. Призвал этого огромный шагающий город. И уничтожает Донни. Супер. Ну, что ж, идеальная победа. И мы идем с вами дальше. Продвигаемся по турнирной лестнице. И попадаем на 74 место. И я беру следующую команду. Это команда от подписчиков Веселый Серый Кот. И он попросил, чтобы я взял Кожеголова, Микки из фильма, Кренга классического, Железную Голову. И еще нам нужны Кролики. Вот без проблем, дружище. Давай-ка я попробую взять твой состав. Итак, давайте-ка вот возьмем противника. Выберем противника посильнее. Вот пусть будет так. И что же, что же. Начинаем искать Кожеголова. Где же ты, Кожеголов? Ты нам нужен. Есть. Отлично. Вот Микеланджело из фильма. Самичательно. Крен классический. Он в конце. Вот так. Отлично. Удалось восстановить. И Железная Голова. И Кролики. Кролики, кстати, тоже. Давайте-ка я восстановлю сразу же, чтобы не искать. И будем искать просто Железную Голову. Где же наш робот? Где он мог спрятаться? Вот он. Ну что ж, супер, друзья. Вперед в битву. В атаку. Давайте-ка попытаемся победить. И посмотрим, что из этого получится. И первым делом, друзья, я вынужден атаковать Лео. Нельзя позволять вражескому лекарю лечить врагов. Наш Микеланджело из фильма снимает часть жизни у вражеского Лео. И подключаем Кроликов, который, трансформировавшись в колесо, пытается все-таки добить Лео. Мощнейший удар. И Лео из мультика выбит. Отлично. Прокачиваем атаку нашего отряда. Что мы делаем благодаря Крэнгу классическому. Отлично. Вот так. Бьет свой же комбинезон. Усиливает атаку. Вот. Вражеский Микки Ролевик пытается уничтожить Кожеголова. А в свою очередь Кожеголов мстит Микеланджело. Хватая Крэнга как дубину, он наносит серию ударов. И снимает большую часть здоровья, как видите. Супер. Ну что ж, поджариваем его при помощи огнемета. И уничтожаем противника. Замечательно. Вот. Идет в атаку Слэш. Крис Брэдфорд тем временем разбивает доску. А Раф оригинальный в прыжке наносит удар ногой. И что же. Как видите, удалось снять часть жизни Кожеголова. Что ж. Ну а я пока вот посылаю в атаку Микеланджело. Из фильма отлично выбивает часть жизни Криса Брэдфорда. И приходит время кроликов. Который трансформируется в плазменную пушку. Поджаривает очередного врага. Снимает большую часть жизни. Но опять же враги выживают. Выживает, но ненадолго. Выстрелом из технодрома, которого призвал, вызывает Крэн классический. Мы выжигаем оставшихся врагов. Что и приносит нам победу. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья. Идем с вами дальше. И берем следующую команду от наших подписчиков. И это Алиса Газнобиева. Вот Алиса попросила... А, прошу прощения. Алсу. Алсу Газнобиева. Попросила, чтобы я взял Лео из мультика. Вот, сейчас, секундочку. Вот, продвигаемся все выше по турнирной лестнице. Выбираем врага поинтереснее. Вот, кстати, против Бакстера Мухи них еще не сражались. Итак, Алсу и ее команда Лео из мультика. Вот он, отлично. Дальше нужен Керби, Карай-Змея. А, вот вижу Змею Карай, вижу Керби Мыш. Отлично. Крэнг и Кролики. Вот, странно, друзья. Что-то очень сегодня много заказывает Крэнга и Кроликов. Вот, вот Крэнг, а где-то здесь и Кролики. Что ж, по-моему, уже третий раз сыграл Крэнг. И третий раз сыграет Кролики. Надеюсь, что дальше их будет как-то меньше. Люблю, когда разные герои участвуют в битве. Ну, а пока первым делом пытаемся, вот, укусом Змеи Карай уничтожить Бакстера Муху. Пока никак. Но, возможно, Кролики уничтожат этого противника. Трансформировавшись в колесо, наносят мощный удар и все-таки добивает Бакстера Муху. Отлично. Вот, Лео из мультика тем временем медитирует, усиливая и подлечивая наш отряд. Вот, просто замечательно. А Керби Мыш пытается уничтожить Стиранка. Нельзя позволять использовать пулемет либо гранатомет. Ну, удар, честно говоря, слабоват. Но, возможно, усиление от Крэнга классического поможет нашим героям. Вот так здорово усиливает наш отряд. Замечательно. Вот, проходит особая способность. Баф, положительная атака. Возле нас появился зеленый трегольник с мечом. Ага. Вот, пытался вражеский герой нанести повреждение нашему отряду. По-моему, ему это был Микки Ролевик. Да и доктор Рокл, смотрите, что творит. Забрасывает наши герои мечами, кинжалами. И Стиранка еще бросает гранату. Ну, что ж, это неприятно. Вот, досталось особенно Лео. Ох, ничего себе. Смотрите, сколько враги сняли жизни. И нам нужно применять особые техники, что делает Змея Карай. Вот, массовой атакой, ультразвуком она снимает большую часть здоровья вражеского отряда. И мы подключаем кроликов, которые трансформируются в огромного робота-трансформера и наносят сокрушительный удар, сметающий все на своем пути. Да. Вот, шутя, кролики уничтожили оставшихся врагов. Ну, и мы идем с вами дальше. Я беру команду от Лины Потомской. Вот, попросила Лина, чтобы я взял Шреддера из мультика. Доктор Роквелла, Биба Покрулика, Шигемера Фролевика. Без проблем, Лина. Давайте-ка я попробую взять твой состав и посмотреть, что из этого получится. Вот, хотел бы новых героев, вот, против которых сражаться. Ну, пусть будет, вот, самый первый состав с Микеланджело. Отлично. Итак, да, вот, еще Лина просила, чтобы я прокачал Сплинтера. Вот, к сожалению, сегодня мы не прокачиваем. В следующем видео, я думаю, мы с вами прокачаем. Что ж, а пока давайте-ка я возьму Шреддера из мультика. Итак, Шреддер мультяшный. Где-то спрятался, надеюсь, что сейчас мы его найдем. Итак, вот он. Отлично. Доктор Роквелл. Вот, замечательно. Биба Покрулик. Супер. Шигами и Раф Ролевой. Ага, друзья, как здорово Лина подсказала. Она попросила, чтобы я взял все герои по очереди. Что ж, неплохо. Итак, идем с вами в битву и посмотрим, насколько хорош этот будет ряд. Первым делом я пытаюсь запинать Микеланджело. Вот, для этого Раф использует особый удар двадцатку. Отлично. Снимает большую часть жизни. И Шреддер из мультика только осталось его добить прыжком сверху. Мощнейшая атака и враг уничтожен. Супер. Отлично. Тем временем Синегами призывает демона Они из японской мифологии. И пытается уничтожить Микеланджело оригинально. Тот выживает. Что ж, тогда давайте-ка усиливать наш состав. И доктор Роквелл прокачивает дополнительную защиту. Вот, отлично. Микеланджело пытается идти в бой. А доктор Роквелл его атакует при помощи, вот, своей мозговой атаки. Итак, урон минимален. Что ж, тогда давайте-ка я усилив наш отряд. Для этого Бибоб Кролик поедает попкорн. И что ж, и нас проходит усиление. Супер. Вот, замечательно. Вот враг пытается что-то сделать. Ох, ничего себе. Удар тайной катаны сплинтера. И часть здоровья Синегами уничтожена. Вот, тем временем я превращаю Рафа в менюшку. И у него появляется, вот, баф. Положительный эффект. Благодаря которому он будет псить за каждую атаку на союзника. Вот, смотрите. Рок в стаде бодает Шредера. А Раф мстит за союзника. Что ж, неплохо. Кроме того, давайте-ка я использую особую технику Шредера из мультика. Который исцеляет и подлечивает наш отряд. Отлично. Вот, дальше посылаем в атаку Синегами. Которая превратившись в стаи летучих мышей. Пытается выбить Рафа в день. Раф выживает, но ненадолго. Доктор Роквелл метает кинжалы мечи Сюрикены. Вот, снимает большую часть здоровья вражеского отряда. Налаживает негативный эффект. Постепенные уменьшения здоровья. Кроме того, Биба Кролик. Вот, ударом гранатомета Барковки добивает классического Рокстеди. Вот, постепенный урон догрызает Микки Оригинального. А точку ставит Шредер. Вот, призывая Ний, сам идет в атаку. И вот, этой массовой волной пытался вот уничтожить училителя Сплинтера. Не получилось. А вот Раф Ролевик, мету в череп, добивает Сплинтера. И мы получаем победу. Что ж, неплохо. Хороший бой, хорошая битва. И мы идем с вами дальше. Я беру следующую команду от наших подписчиков. И это у нас Дима Чеханов. Вот, Дима попросил, чтобы я взял состав. Вот, его Донни, Лео, Майки, Раф, Змея, Зметьюн. Ага, дай привет Дмитрию Чеханову. Что ж, большущий черепаший. Привет Дмитрию Чеханову. И давайте-ка я попробую взять его состав. И это состав черепашки из мультика. Вот, тут пусть будет первый состав. Ничего особо не буду выбирать. Итак, Донни из мультика, Рафа из мультика сейчас придется восстановить. Вот, Лео сегодня участвовал, восстанавливаю. А вот Микеланджело, по-моему, не участвовал. Нет, замечательно. И осталось мне только добавить Зметьюна. Где он спрятался, пока непонятно. Но сейчас мы его найдем, да. Итак, Зметьюн найден, и мы идем в битву. Да, прошу прощения, друзья, немножко простыл. Поэтому как-то говорю в нос. Ну, надеюсь, что в скором времени выздоровлю. Итак, друзья, первым делом давайте-ка я прокачаю уклонение. Благодаря этой способности Микеланджело из мультика вражеские удары будут проходить мимо. Отлично. И я атакую Эйприл. Удар Катангис в развороту. И Эйприл выбито. Отлично. Кроме того, ядовитым облаком накрываем врагов. Отлично. Удалось Зметьюну снять большую часть жизни. Но не стоит рисковать. Донни из мультика прокачивает дополнительную способность. И смотрите, сколько у нас появилось положительных эффектов. Просто супер. Раф еще прокачивает атаку. И я просто в шоке. У наших черепашек по 5-6 положительных эффектов. Вот они называются бафами. Негативные дебафами. Вот положительные у наших черепашек. А вот негативные у врагов. Вот смотрите. Ага. Вот удалось Бебапу вражескому еще наложить на себя иммунитет. Хотя вот у них висит и положительный баф. И отрицательный дебаф. Вот враг тем временем выпускает ударную волну. Это Бактер Стокман. Но Раф Сид добивает противника. А Микеланджело угощает братьев пиццей с кетчупом. Тем самым усиливая наш отряд. Просто-просто великолепно. Отлично. Итак, Лео из мультика идет в атаку. Вот вращая катаны. Он превращается в стальной выхрь. И выбивает оставшийся врагов. И мы получаем идеальную победу. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья. Вот неплохо мы продвинулись с вами сегодня по турниру на лестнице. И давайте-ка я еще возьму несколько составов. И сегодня на этом уже закончим видео. Итак, вот давайте-ка я возьму с Донни Ролевиком. Ролевиком хочу взять битву. Сегодня мы против этого лекаря не сражались. И следующий состав у нас от подписчика с ником Роман Махнеев. Вот Роман попросил, чтобы я взял состав Кейси Джонс из фильма. Без проблем, дружище. Давай-ка мы его возьмем. Кроме того, вот Кейси Джонс из мультика. Отлично. Два Кейси. Это уже радует. Вот Эйприл. Мультик. Эйприл фильм. Ну, из Эйприл, из фильма нет. У нас есть только Эйприл из мультика. И есть Эйприл Кунаичи. Вот, поэтому я выберу эти два варианта. Вот других вариантов у нас есть. И, по-моему, только четыре героя. Да, Кейси мульт, Кейси фильм, Эйприл мульт, Эйприл фильм. Ага. Ага, друзья, прошу прощения. Немножко я ошибся. Это Сочный Кекс составил вот такой вот состав. Он рядом был с составом Романа Махнеева. Роман Махнеев немножко по-другому написал. Итак, Кейси Джонс фильм. Слэш, Раф, Ведение, Микки, Ведение и Дони, Ведение. Да, прошу прощения. Немножко я запутался. Ничего страшного. Итак, Кейси Джонс из фильма есть. Слэш, Раф, Ведение, Микки, Ведение и Дони, Ведение. Ну, давайте-ка, друзья. Раз здесь уже у нас пошла команда Визведение, сейчас я ее соберу. Вот, и осталось только найти вот слэша. И команда будет собрана. Итак, напоминаю, это команда от Романа Махнеева. Вот, а следующая команда Сочный Кекс, то это уже два Кейси плюс две Эйприл. Вот эти два состава мы возьмем и сегодня на этом уже закончим. Ну, а пока давайте-ка я попробую вот запинать Дони Ролевика. Для этого Кейси Джонс использует свои две бейсбольные биты, снимая большую часть здоровья вражеского отряда. Кроме того, Микки Ланджело Ведение качает точность. Благодаря этой особой способности наши удары будут более точны, более смертоносными. А Раф Ведение пытается поджарить уже Дони Ролевика и уничтожить этого врага. Ну что ж, пока все идет на супер. Вот слэш пытается раздавить Биба по классическому. И это неплохо у него дается. Правда, враг выживает, но здоровье его уже в красной зоне. Вот пытается что-то отбиться Мандагека, но я не думаю, что это ему поможет, так как Дони Ведение еще усиливает наш отряд. И теперь наши герои еще больше смогут наносить разрушительный эффект. Вот сколько у нас сейчас висит бафов, положительных эффектов. Вот они выглядят зелеными иконками со значками. Вот, к сожалению, на Дони навешали дебаф, негативный эффект цепи. То есть он сможет использовать только первую способность, но этого будет достаточно, чтобы победить. И Кейси Джонс при помощи шайбы выбивает Бибапа, а Микеланджело Ведение бросает в желудь и Голодные Белки просто затаптывает врагов, снимая большую часть жизни. А вот точку ставит Раф огненным торнадом, выжигая оставшиеся врагов. Ну, просто-просто супер. Ну что ж, отличнейший бой, отличнейшая битва. И мы идем с вами дальше. И я беру вот еще одну команду от Сочного Кекса. Итак, 2 Кейси и 2 Эйприл. И сегодня уже на этом закончим видео. Кстати, давайте-ка я еще возьму вот Морозную Кошку. Надеюсь, с этим героем будет тоже интересно сражаться. Итак, вот он Кейси Джонс из мультика. Вот ищем Эйприл. Вот обычная Эйприл. А где-то есть и Эйприл Кунаичи. Да, и еще нам нужен Кейси Джонс из фильма. Что ж, вот такой вот необычный состав. Ничего подобного у меня еще не было. Благодарю подписчика за этот состав. Ну и сейчас попробуем победить. Итак, Кейси Джонс пинает Морозную Кошку и снимает большую часть жизни этого героя. Отлично. Дальше Кейси Джонс при помощи шайбы пытается подорвать Микки Ланч на ведение. Тот выживает. Надеюсь, что ненадолго. Итак, Эйприл наносит урон телекинезом. Микки выживает. Но приходит время Эйприл Кунаичи. Которая, взлетая вверх, цепными молниями поджаривая врагов, выжигает большую часть здоровья вражеского отряда. Но враги, как видите, выживает. Выживает, но ненадолго. Итак, друзья, враг продолжает атаковать. Это Донни из мультика. Вот наносит смертельный урод, пытаясь уничтожить наших героев. Ну, а я, используя Кейси Джонса, наношу смертельный удар шайбой. Итак, бросок Биба мультика уничтожен. А вот дальше уже Кейси Джонс из мультика поджаривает при помощи электрошокера вражеского Донни из фильма, уничтожая противника. А точку, надеюсь, поставит Эйприл, просто метнув свои веры. Да, победа. Ну что ж, супер, друзья, на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Кроме того, пишите свои составы. Тоже буду их брать от самых первых и пока будет возможно. Кроме того, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.